Продолжение следует... Продолжение следует... А в этой разницу видите? Я лично нет. И думаю, вы тоже. Так вот, лучше будем их объединять как один вид, потому что в них разницы вообще нету практически. Максимум только та, что ноды чуть-чуть похоже переносят стресс. И всё. Итак, Йенсис. Их стоимость примерно 2-3 тысячи рублей. Их размеры самые большие среди всех фейдоль. Рабочие 2-4 миллиметра. А солдаты, что самое главное фейдоль, это их полиморфизм, 6-8 миллиметров. То есть некоторые солдаты у Йенсисов могут быть в 4 раза больше, чем сами рабочие. И есть у Йенсисов и нод один извечный вопрос среди мирмигиперов. Можно ли или нельзя давать им сироп? Я отвечаю, можно, но в небольших пропорциях при размешивании. То есть не как у лазисов 1 к 2 или 1 к 3, а 1 в 4, как говорил Димон и Пумба. Это идеальный размест сиропа, который не очень быстро густеет, но при этом очень любим муравьями. Но стоит отметить, что Йенсисам нужно давать много белка, как и остальным фейдолям, так как у них рабочих живут очень мало. У Йенсисов 2-4 месяца, а в среднем у всех фейдоль 1 месяц-4 месяца. Солдаты же живут у Йенсисов около полугода или больше. И также ценится среди фейдоль их мобилизация. У Йенсисов, как у остальных фейдоль, она тоже довольно-таки большая. Также у Йенсисов имеется хорошая агрессия на начальных этапах, в принципе, как у всех фейдоль. Но учитывается то, что они должны быть голодные. И если у них отсутствуют запасы белка, они очень даже смело нападают на добычу. Но если у них есть какие-то запасы белка, они не спешат атаковать, так как у них колония очень маленькая и может от этого погибнуть. У Йенсисов солдаты имеют большие головы, как у всех фейдоль, и большие жевалы. Но используются они не только для охоты, а иногда используются как бочки. В среднем около 40% солдат в колониях у Йенсисов и у остальных фейдоль используются как бочки. Остальные 60% воюют вместе с рабочими. В принципе, это все насчет Йенсисов. Советую всем новичкам, но если вы их пытаетесь взять в качестве первых муравьев, прошу вас воздержаться, так как это довольно-таки сложно. Если вы должны их кормить каждый день практически, и они довольно-таки любят влагу, что не стоит в плюсе для новичков. Ведь нужно увлажнять каждые два дня как минимум. Насчет Йенсисов могу добавить только одно, то что у них якобы полигеней, но на самом деле это не совсем так. Если у них, ну как бы, две матки плодоносные подсадить друг друга, они не будут драться, и они так и основывают колонии. Но если уже к имеющейся колонии подсадить матку, ее убьют. Также у Йенсисов, если во время леда некоторые матки остаются в гнезде, не отгрызают крылья, но не оплодотворяются, а используются как солдаты. Следующий на очереди у нас полидулы. Полидулы одни из самых красивых в Фидоль, но их минус в их размерах. Рабочие 1-2 мм, а солдаты в среднем 4 мм. Их окрас янтарный. Это очень много мермекиперов привлекает, но отталкивает их размер лично для меня. Ведь слишком сильную мелочь я не люблю. Точнее от 3 мм вполне можно посмотреть, а мельчи уже непонятно. Полидулы при таком же кормлении белком, как и Йенсисы, могут развиваться иногда немножко побыстрее. Из-за того, что они меньше, им нужно больше рабочих солдат, чтобы побеждать жертву. Полидулы на нашем рынке стоят от 400 рублей до 1000. Это зависит от состава колонии, но в среднем они стоят около 800-400 рублей. В принципе, самые бюджетные фейдоли, которых только можно найти. В остальном фейдоли Полидула схожи почти со всеми фейдолями. То есть это хороший полиморфизм, это агрессия, это быстрое развитие. Следующий на очереди у нас фейдоли Флавери. Это, можно сказать, как фейдоли Полидула, только увеличенные практически до размеров Йенсисов. Фейдоли Флавери. Их размер рабочих такой же, как у Йенсисов, 2-4 мм, а солдат 6-7 мм. Также присущи полигене, как у остальных фейдоли, если маток изначально посадят друг друга. Фейдоли Флавери имеют похожий окрас, как у Полидул, но у маток он черный, а остальные рабочие солдаты оранжевым цветом. Не совсем блестящим и прозрачным, как Полидулы, но тем не менее очень похожи. Фейдоли Флавери не такие агрессивные, как Йенсисы, а Йенсисы на минуточку считаются самыми агрессивными фейдолями. Они больше промышляют сборами мертвой пищи, такие же, как и фейдоли, но при обнаружении живой пищи никогда не стесняются ее атаковать. Фейдоли Флавери очень красивые муравьи, если вы хотите завести муравьев, только для того, чтобы посмотреть на них поливорфизм, на их окрас и, в принципе, все. Цена Флавери примерно 2,5-3 тысячи рублей, практически так же, как у Йенсисов. И следующий у нас на очереди, хоть и не фейдоли, но очень похожий, фейдологетон Диверсус. Карибары, мародеры, много им названий давали. И они одни из самых агрессивных или самые агрессивные муравьи на свете. Так вот, расскажу немного и про них. Ну, во-первых, их размеры. Матка 2 сантиметра. Ну, не спешите радоваться, это не огромные фейдоли, только матки и суперсолдаты. У них присуща каста суперсолдат. То есть, у них есть рабочие, которые по размерам почти как полидулы, ну, немножко больше, 1-3 миллиметра. И солдаты, у которых размер, точно не могу сказать, ну, около 5-7 и даже иногда 9 миллиметров. То есть, солдаты у них могут иметь большой разбег в размерах. И суперсолдат, если колонии, например, тысячи особей или две тысячи, то у них 2-3 суперсолдата. Их размер почти 2 сантиметра, как у маток. Их назначение в основном используется, когда фейдоли начинают рейд на какой-нибудь муравейник. Они садятся на этих солдат. Солдаты идут в атаку. Они грызут впереди стоящих врагов, проталкивают рабочих. Рабочие быстренько забирают расплод и обратно садятся на солдаты. Солдаты их обратно переносят в свой муравейник. А в то время, как обычные солдаты просто зерутся с врагами. Ну и рабочие тоже, естественно. В принципе, этот вид среди фейдоли один из самых сложных. Ведь им нужна хорошая влага. Им нужно очень разнообразное питание. То есть сегодня мраморный таракан, завтра туркменский, послезавтра знахарь. После-послезавтра нужен уже мучник и так далее. То есть там изофобусы и все такое. Ну и, короче, очень тяжелое питание и очень хорошая влажность должна быть. То есть больше, чем у ентиса. То есть им нужно почти каждый день увлажнять. Ну, тяжелый вид, но если вы смельчак, как Виктор Кожаев, то дерзайте. Цена карибар, конечно, на рынке бывает очень разная, но в среднем около 4 тысяч. Также у карибара присуща одна способность, когда начинается сильная опасность и матка на открытом пространстве. Ее тысячи рабочих просто облепляют и делают просто настоящий живой купол. Фейдоли Мегасофала. Последний на сегодня фейдоли. Это фейдоли с размером у матки 6 миллиметров, рабочие 2-3, а солдаты 4,5-5 миллиметров. Их особенность это внутрогнездовое оплодотворение. Очень мало фейдоли, по-моему, вообще нет фейдоли с таким фактором. Тем более, такие фейдоли еще имеют, ну, довольно-таки немаленькие размеры, ну, на фоне других фейдоли, например, полидул тех же. Так вот, они имеют бомбезный окрас. Он похож как у ентисов, но посветлее, то есть снизу как полидулы, а сверху как ентисы, но имеет бордовый оттенок. Бомбезный фейдоли начнет окраситься, спору нет. Тем более, у них онрав практически как у ентисов, то есть это, можно сказать, зарабатывает свое щедрое второе место по агрессивности среди фейдоль. То есть, ну, вообще хороший вид, кстати, мне тоже нравится, но пока я их еще не заводил. Цена на мегацефал в среднем около 2-2,5 тысяч, а то уже может зависеть от самого продавца, от его колонии, то есть от доставки. Там очень много всяких факторов, короче, ну, это уже дело обстоит от самого продавца. Ну, в заключение могу сказать, если вы самый новичок и хотите просто агрессивных муравьев с красивым окрасом, так еще особо сильно не смотрите на размеры, то ваш идеальный выбор – полидулы. Если вы хотите агрессивных муравьев, которые не очень маленьких размеров, либо ентисы, либо мегацефалы, тут точно не могу сказать, тут уже ваш выбор, но мегацефал, сразу же говорят, копать будет гораздо тяжелее. Если вы хотите агрессивных, но при этом желтеньких или оранжевых муравьев, то тогда ваш выбор – флаверия. Ну, а карибары? Ну, что карибары? Это, по-моему, просто грех не вставить такую легенду в такой ролик про Фейдоль. Ну, это, конечно, вообще. Но тем более, если честно сказать, то это одни из самых сложных муравьев. То есть я уж просто так вставил, как легенду. Для новичков это явно не вариант. Это даже для более-менее опытных – это все равно не вариант. Даже для опытных, вот только для профессионалов, которые хотя бы хоть какой-то опыт имеются с панеринами, то тут еще кое-как можно еще. Ну вот мы и подошли к концу. Этот ролик был довольно-таки тяжелый, ведь я первый раз получаю опыт от длинных роликов, длинной почти 12 минут на минуточку. Это немало. Тем более, я еще никогда не пробовал такого плана ролики. Ну, думаю, всем зайдет. Надеюсь, вы оцените. Всем муравьиных маток и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok